Субтитры предоставил DimaTorzok 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 День рождения отмечает Кыргызская национальная валюта СОМ 29 лет назад она стала официальным платежным средством на территории республики До выпуска в обращение банкноты тестировали на стойкость к воздействию окружающей среды Кыргызстан стал второй после России страной, где после развала Советского Союза ввели собственную национальную валюту Кыргызский СОМ – одна из самых красивых купюр на пространстве СНГ Восемь лет назад эскизы банкнот были секретными Сейчас они в музее Национального банка Здесь хранится более двух тысяч экспонатов Тут же древние монеты, найденные на территории Кыргызстана Слитки из кыргызского золота Есть сувениры и мелких кусочков утилизированных банкнот Последний раз денежные купюры в Кыргызстане обновляли в 2010 году Выпускать новую серию банкнот Национальный банк не планирует Купюры достаточно защищены Кыргызстан стал одной из первых стран мира, где на купюрах использовали защитный элемент Spark Банкаута номиналом в пять тысяч СОМов стала лауреатом международного конкурса «Банкнота года» Жюри оценили сочетание дизайна и защиты За годы независимости в Кыргызстане деньги выпускали четырежды В Беларуси в разгаре сев кукурузы В этом году площади под культуру увеличили многие хозяйства в стране Царица полей займет больше миллиона гектаров Посевной материал успели закупить еще до введения европейских ограничений В каждом мешке 80 тысяч семечек Цена за упаковку около 40 евро Автоматизированная белорусская селка сохраняет каждое зерно Кукуруза культура чистоплотная и капризная К непрошенным гостям на поле относятся ревниво Борьба с сорняками – главная задача акронома К работникам прямо в поле привозят обед и ужин Они оплачивают только пятую часть стоимости Это всего 2-3 белорусских рубля или меньше 100 российских Кукуруза любит жару, выносит даже засуху Если с погодой повезет, то уорожай аграрии ожидают около 300 центнеров с гектара Из кукурузы в Беларуси получают зерно из силос для корма птицы и крупнорогатого скота А в некоторых хозяйствах специальные котельные могут работать на отходах из кукурузных початков Цементный завод на Северном Кавказе наращивает объемы производства до полутора миллионов тонн в год И уже выпустили новый вид продукции Новая продукция отвечает нормативам Струйка с таким цементом пойдет быстрее, а себестоимость низкая На предприятии выпускают шесть видов цемента Их используют в жилищном, промышленном, дорожном строительстве для работы в шахтах и на гидротехнических сооружениях Разгар сезона на заводе готов увеличить объемы производства На строительном рынке завод почти полвека Здесь работают 600 человек целыми династиями В начале года на заводе капитально отремонтировали производственные линии Все оборудование российское, так что проблем с завчастями не будет Цены в этом строительном сезоне повышать не планируют Продукцию в Кавказ-Цементах применяли при строительстве олимпийских объектов в Сочи, курорта Архыз и других объектов в России Динамика работы нашего предприятия за два месяца показывает положительную тенденцию Мы сейчас на 150% перевыполняем планы по производству продукции Это говорит о том, что рынок живой, наша продукция востребована А эти все проблемы, которые связаны с импортозамещением, мы их решили Индия занимает второе место в мире по объему производству зерновых При этом на экспорт идет лишь небольшая доля урожая Сейчас на мировом рынке отмечается дефицит пшеницы И местные фермеры намерены увеличить производство, чтобы обеспечить нуждающиеся страны и выйти в лидеры Став новой мировой житницей Экспорт зерновых из Индии уже существенно вырос с начала года Ряд зернохранилищ в стране заполнен и здесь готовы начать отгрузку в другие страны В частности, отсюда в Египет будет в скором времени отправлено 6000 тонн пшеницы Между тем, индийским экспортерам еще предстоит доказать, что их продукции соответствуют международным стандартам, требованиям стран-импортеров Кроме того, амбициозным планам угрожает сильная засуха, которая может сказаться на урожайности До войны мы могли без проблем хранить здесь пшеницу 2, 3, 6 месяцев Но сейчас идет война Мы вскоре прекратим заполнять зернохранилище и начнем экспортировать Поздно пить Боржоми Заводы по разливу знаменитые на постсоветском пространстве минеральной воды из одноименной долины не работают уже две недели Причина санкции в отношении российского олигарха Михаила Фридмана Именно его компании Альфа Групп принадлежат Боржоми, который в свою очередь владеет производством в Грузии Недовольны потерей рабочих мест сотрудники Боржоми выходят на демонстрации К тому же у компании появились проблемы с доступом к банковским счетам Из-за чего она больше не может получать валютную выручку и расплачиваться с кредиторами Грузинские власти о проблеме знают, но до реальной помощи дело пока не дошло А пока грузинские власти ищут выход, сотрудники завода Боржоми продолжают выходить на акции протеста в попытке спасти свои рабочие места Боржоми – лицо минеральных вод Грузии Мы знамениты благодаря ей Минеральная вода – один из десяти самых важных для экспорта грузинских продуктов Поэтому совершенно необходимо спасти Боржоми и найти выход из сложившейся ситуации На рекордного уровня поднялась в еврозоне инфляция Один из самых высоких ее показателей – более 8% в Бельгии Жители королевства стали тратить больше на еду, напитки, транспорт и коммунальные услуги Бельгийцы выражают опасения, что война в Украине вызовет еще большую социальную изоляцию И бедность в Европе, которая пережила многие годы тяжелой экономии, а затем пандемию коронавируса По словам итальянского экономиста, в связи с ростом стоимости жилья, энергии, транспорта и продуктов питания Государственному сектору необходимо как можно скорее найти больше различных источников этих благ А также быстро увеличить заработную плату Эти проблемы обсуждались в Европарламенте на дебатах о новых санкциях против России Депутаты в Страсбурге предупреждали о тяжелых социальных и экономических последствиях войны в Украине Для европейского бизнеса и их потребителей Гражданское общество и благотворительные организации заполняют пробелы, оставленные правительствами Иначе у людей не было бы доступа к вещам, необходимым для соблюдения прав человека и социальных прав Не вижу, как мы сможем выйти из этого кризиса, если не поставим на первое место повышение покупательной способности людей достойными зарплатами Во Франции в ближайшие месяцы продолжится рост инфляции, согласно оценкам местного статистического ведомства В первом квартале этого года покупательская способность жителей страны снизилась на полтора процента, а во втором на пол процента К концу года инфляция здесь составит 5,4 процента И это заметно лучше, чем у большинства стран Евросоюза Благодаря тому, что французские власти приняли меры по ограничению роста тарифов на газ и электроэнергию А также обеспечили автомобилистам скидку на горючее, иначе инфляция превысила бы 7 процента Последствия пандемии и украинского кризиса серьезно сказались на ситуации во всех странах Европейского Союза Наибольший рост инфляции отмечен в Эстонии, где она достигла 19 процента Прежде всего в связи с резким ростом цен на электроэнергию Похожая картина наблюдается и в двух других прибалтийских республиках В Евросоюзе также заметно подорожали зерновые и растительное масло Поскольку главными поставщиками этой продукции здесь были Россия и Украина Но главным фактором рекордного уровня инфляции стал рост топливо-энергетических затрат, увеличившихся на 38 процентов В случае введения полного эмбарго на поставки нефти и газа из России Евросоюзу предстоит искать альтернативные источники Что, по мнению экспертов, приведет к дальнейшему росту цен на это сырье И станет очередным серьезным испытанием для экономики Евросоюза Между тем, китайские власти стремятся полностью искоренить в стране коронавирус И не ослабляют действующие здесь жесткие ограничительные меры Это приводит к остановкам предприятий, разрыву логистических цепочек и ухудшению показателей мировой экономики Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok